18 дней остается до самого долгожданного праздника детей и взрослых Нового года. В преддверии волшебного дня наша телекомпания запускает проект «Новогодние странички». Теперь в выпусках новостей каждый зритель сможет открыть для себя интересные факты об истории и традициях зимнего праздника, а также получить модные советы от ведущих российских стилистов и профессиональных визажистов по созданию новогоднего образа. Не пропустите, прямо сейчас вы узнаете, откуда к нам пришел Дед Мороз и почему советские лидеры хотели погубить снежного пенсионера. Скоро Новый год, а это значит, нас снова ждет встреча с главным героем праздника Дедом Морозом. Снежный дедушка, который приходит в наши дома, намного старше, чем мы думаем. Ему уже исполнилось более двух тысяч лет. И если в других странах он изначально был добрым, то русского Дедушку Мороза назвать положительным героем не смог бы даже самый оптимистичный человек. Ведь божественной обязанности входило не только замораживание рек и создание метели, но и похищение непослушных детей. Наш Мороз – персонаж славянского фольклора. Сурового бога зимы и северного ветра наши предки называли трескун Мороз Костуденец. Его представляли седовласым, стариком, обязательно с бородой. Он ходил в белой одежде, серебристого цвета, она была свободная до пят, без пояса тогда он еще был, и обязательно с посохом. А может быть, прапрадедом русского Деда Мороза был герой русских сказок «Морозка» или «Мороз красный нос». Его представляли, конечно же, он олицетворял природу, то есть он был властителем с ноября по март, он был властителем природы, мог устроить зимнюю стужу, пургу, нагнать ветер, метель, проверял, как скованы льдом реки. В общем, дедушка не всегда улыбался в бороду и носил в руках посох, а за плечами мешок с подарками. Первый Дед Мороз, который назывался Зимником, держал увесистую железную булаву, и если ему что-то не нравилось, применял ее по назначению. Такого сурового персонажа крестьяне пытались задобрить, ведь снежная морозная зима в их представлении связывалась с будущим хорошим урожаем. Об этом судили по наличию рождественских или крещенских морозов, поэтому в святки и чистый четверг было принято совершать обряд кликанье мороза. Его зазывали на трапезу и угощали ритуальной пищей, блинами и кутьей. Еда для мороза оставлялась на окне или на крыльце, тогда же мороза просили не приходить летом и не портить урожай. Но годы сделали дедушку сердобольнее. Более чем за две тысячи лет невысокий злой дед с седой бородой, бывший богом славян, с приходом христианства подрос и подобрел. И если раньше он дарил подарки только послушным и умным детям, а Зорняков колотил палкой, то впоследствии палку он заменил на волшебный посох. В общем, изменился мороз в лучшую сторону. Это произошло примерно во второй половине девятнадцатого века. Тогда в России задумали создать рождественского деда, который дарил бы подарки малышне. При Александре II упоминается старый рупрект «Святой Николай» или «Дедушка Николай». А в 1886 году впервые отмечается праздник Морозка. Но после революции Дед Мороз вместе со всеми рождественскими традициями подвергся гонениям. После 1920-х годов жизнь снежного пенсионера могла закончиться трагически. Ведь в СССР началась антирелигиозная кампания. Не только Дед Мороз, но и елка стали рассматриваться как религиозный хлам и превратились в продукт антинародной деятельности капиталистов. После нескольких лет запрета в 30-е годы в Советском Союзе вновь была разрешена елка с его обязательным персонажем Дедом Морозом. В конце 1935 года после некоторых сомнений дедушку полностью реабилитировали. Волшебника восстановили в снежных правах. Хозяин зимы вновь стал в законе. Как выглядели первые Деды Морозы в Наринмаре можно увидеть на довоенных фотографиях. Один из таких снимков хранится в Ненецком краеведческом музее. Долгое время в детских садах Дедом Морозами были воспитатели. Вот здесь хорошо видно костюм, женские глаза, накладная борода и усы из мочала. С тех пор дедушка стал самым желанным гостем на празднике. И на Новый год он приходит не один, а с неизменной спутницей Снегурочкой. Первое совместное официальное появление Деда Мороза и внучки в качестве его помощницы произошло на встрече 1937 года в Московском Доме Союзов. Теперь у Мороза не только свой фирменный костюм красного цвета, но и личное транспортное средство. Хотя считается, что русский дед обязан ездить на тройке лошадей, есть в усадьбе и другие упряжные, например, любимец хозяина – белый северный олень. Кстати, дедушка за время своего существования не раз менял не только цвет наряда, но и место прописки. Изначально советского Деда Мороза молва поселила в Архангельске. И именно туда ежегодно летели тысячи писем от детей со всей страны. И лишь совсем недавно зимний волшебник переехал в Великий Устью к Вологодской области. Теперь у дедушки есть не только своя благоустроенная резиденция, но и именной праздник – день рождения, который ежегодно отмечается 18 ноября – в день, когда зима вступает в свои права и ударяет в морозы.